Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Кто смотрит мой канал, знает, что я уже очень-очень давно не поезжала вообще, наверное, из дома, да, и тем более без детей, без мужа. Но сегодня такой день настал, и я поехала на автобусе в другой город, вот, и, ну, буду вам кусочками показывать своё небольшое путешествие. Надеюсь, вам будет это интересно, вот, и немножечко так, знаете, я думаю, что для меня это такой, ну, немного релакс, да, всё-таки выбраться из зоны комфорта, да, и немножко посмотреть мир других людей, это всегда полезно, вот, поэтому небольшое путешествие. Застряли в пробке на выезде из Краснодара. Ну, и как раз, смотрите, тренируются на лошадках. Такие они же всё-таки грациозные и красивые. Всё время мечтаю сходить на скачки, но никак за столько лет, что живу в Краснодаре, я туда и не попала. Ничего. Весной будет новый сезон, возможно, сходим. Посмотрите, какое небо, и лучики солнца так красиво пробиваются. Наслаждаюсь поездкой, если честно, и вижу в этом только прекрасное. Давно не выбиралась. Чувствую, пока я наеду, будет совсем солнечно. Уже видно, даже голубое небо. Конечно же, зелёные поля. Жалко, что у меня грязное окно. А так было бы вообще шикарно видеть. Заехали уже в город. Почти приехала. Какой красивый городок. Осень, конечно, приукрасила разными красками. Красота. Скоро уже буду выходить из автобуса. И удивлю своих близких. Итак, я уже на месте. В своём любимом родном городе. Здесь я родила. Это город Тихорецк. Мои родные не знают, что я приехала. Поэтому для них это будет большой сюрприз. Моя младшая сестра должна быть сейчас на работе. Куда я сейчас и направляюсь. Недалеко от автостанции находится кофейня, в которой она работает. Да, кстати, делает вкусные пироженки. Сейчас пойду, закажу и позвоню. И скажу, чтобы она вышла. Интересно будет посмотреть на её реакцию. Пойдёмте вместе посмотрим. Итак, я уже на месте. У меня прям покраснели щёточки, пока я дошла. Вот. Сейчас буду звонить. Скажу, чтобы она к ним не вышла. И снимем её реакцию. Ну как тебе сюрприз, ты всё в муке? А ты как? Я сбежала, Люся. Я от Баграма? А, смотри, ты одна в Киеве? Да. Сидите. Побежала я теперь маму радовать. Бегинова до вечера. Всё, еду в такси на моём улечке своей. Всё, мои дорогие. Я сейчас нахожусь на своей родной улице, на которой я жила всю свою жизнь. Вот. И сейчас я позвоню маме и скажу, что я заказала ей доставку. Вот. И она выйдет получить посылку, а тут я посмотрю на её реакцию. Тут бесшумно не подойдёшь. У мамы охрана. Сурприз! У тебя такая охрана, мам, не подойдёшь. Сразу обгавкали с порога. Ты на сколько, доченька? На неделю? Мама тут такая охрана, залижет до смерти и испачкает. Да, Розик? Все рады меня видеть, особенно моя собачка Импи. Да? Моя девочка, моя охрана. Она уже старушка. Мама её покупала, когда я ещё в школе училась. Да, Импик? Это метистой терьера. Вот такая собачка моя любимая. Она меня сразу узнала. Посмотрите, какая у нас тут шикарная чайная церемония. Как будто лампа Аладдина. И ещё Вера на новое творчество. Это свечи ручной работы с какого-то особенного воска. Вот она мне рассказывала. Правда, я уже всё забыла. И она, кстати, их продаёт, отправляет по всей России. У неё много заказов. Вот они такие, видите, как новогодние под ёлочки такие сделаны. Обычные как-то сделаны. И ещё мыло. Вера вообще начала продажу вообще с мыла. У неё сейчас тоже очень много заказов. Она его продаёт, отправляет по всей России. Я тоже её заказала мыло. И буду своим всем близким дарить на Новый год. Здесь и бычки, и ёлочки. Вот такие красивые снежинки. Кстати, у Веры вот снежинки лучше всего расходятся. И говорит, не успевает просто делать. Ну правда, смотрите, какая красота. У каждого мыла можно подобрать отдельно цвет, отдельно аромат. Вот поэтому, конечно, это всё очень её хорошо ценится. И тут сейчас, знаете, такой стоит аромат. Потому что свечки тоже содержат в себе травы. Вот которые излучают аромат мыла с ароматическими маслами. И сейчас мы прям тут кайфуем. Тем более, с такой ещё лампой Аладдина. Ой, настроение шикарное, мои дорогие. Это вообще бомба. Особенно, гляньте, какие милые бычки. Как шоколадные. Главное, их не съесть. А это вот для сильной половины. Вот такой бычок. Кстати, кому интересно, я оставлю вам ссылочку. Можете писать. Вере, мыло недорогое, кусочек 100 рублей. Может, как и в упаковке продаваться в красивой. Как и в пакетике. Поэтому уточняйте, какую упаковочку хотите. Ну и свечки, конечно, посмотрите. Из овощины. Класс. Вот ещё какие есть свечи на Новый год. И ёлочек и зелёный. Вот, смотрите, какая прелесть. Ой, я попала в рай. Я обожаю все вот эти вот поделки. Такие вот эти ароматы. Все вкусный чай. Ох, я попала в свою среду. Всё, мои дорогие. Будем общаться, наслаждаться за вкусным чаем. И с такими приятными ароматами. У нас там ещё конфетки припасены. Поэтому у нас будет чай, вкусные конфеты. И Вера побольше мне расскажет о своём новом творчестве. Ох, вообще релакс. Не хватает какой-то музыки такой успокаивающей. Ой, класс. Посмотрите. Вера, а вот свечка пахнет прям вкусно. Что это такое? Это сама овощина, да, так пахнет? Сама овощина источает, да, очень вкусный аромат. Класс. Дышим полной грудью, мои дорогие. Это очень полезно. Эти свечки, получается, все очень полезные. Даже целебные, да, Вера? Да. Вообще класс. Два в одном. И красота. Успокаивает нервную систему. Идеально. Очень вкусно пахнет. Идеально. Особенно для мамочек. Успокаивает нервную систему. Да, вообще класс. Всё, мои дорогие, будем наслаждаться. У Миланочки тут крыска есть. Она сразу мне показывает. Как крыску зовут, Миланочка? Эльза. Ой, красивая крыска у тебя какая. Ой. А вот и Верочкины цыплятки. Это тоже лекбар. От моих курочек уже вот такой вот крупненький цыплёночек. Верочка держит. Вот её цыпаньки. Лекбары и гигантские шёлки, да? Да, джурсийские гиганты. О, всё перепутала. Ну ладно. Вот уже такие крупненькие. Фу-фу-фу. Чтоб росли. Красавчики. А это Верочкино хозяйство. Вот эти курочки фавероли. Породистые, чистокровные, пятипалые. Вот такой большой прям петушок. Их два. Так вот. Один. Вот второй. Очень красивые. И вот эти курочки, пухлишки. А это тоже фавероль. А вон поместные куры. И получается, как первый выводок разных пород. Но тоже получается породистые куры. Просто они были вместе в общем выгуле. И вот получились такие вот поместные курочки. Интересные, конечно, разных расцветок. Но фавероли прям вообще. Смотрите, какие бородатые, красивые. Класс. Вон, кстати, курочка очень похожа на марана. Черненькая стоит. Ну, кстати, много похожих на маранов. Вон еще тоже такие по цвету похожи на маранчиков. Сейчас. Да, и ликбар кушает. Тоже у Веры есть ликбарчик. И как раз ему вот девочки подрастают. Красавчику, ликбарчику. Скоро уже пойдут спать. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Зови своих курочек, зови. Ку-ку-ку-ку-ку. Красавчики. Вон он, ликбарчик. Да, вон он. Красоту. Классная вот кудрявая курочка какая подошла. Тоже у нее прям как борода какая-то там кудрявенькая. Красотки. Когда яйца будут, красотки, сколько можно ждать? Верочка, яйца ждет. Ну, петушкам получается 8 месяцев, а курочкам на 2 месяца меньше. 6. Ну, скоро должны. Ну, Вера говорит, уже начинают квахтать, поэтому, значит, скоро будут яйца фавероля. Да, они уже давно были. Да, ну, ничего. О, 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 заквахтала. Грязная борода. Верочка будет... Не снегурочки, а заложки. Ага, Вера будет скоро закладывать паверолей. Красота. Ну, когда-нибудь же снесут. Красотки. Я у тебя, наверное, на этих черных маранов заберу себе. Заберу, это не маранов. А кто? Не знаю, у меня не было. Не было маранов. Ну, похоже, тоже такие черненькие с рыжими шейками. Ладно. У нас тут растапливается баня. Будем сегодня париться. Вера свое фирменное мыло достанет, скраб. Будем сегодня вечером кайфовать в баньке. Так что я заканчиваю свое видео, отключаюсь. И сниму вам уже завтра что-нибудь интересное.